Асибил Данлоп известно не так уж много, однако исследователь называет ее ярчайшей представительницей ювелирного направления движения искусств и ремесел. Примерно в 30-е годы она создавала украшения, навеянные кельтской мифологией, европейским средневековьем и так называемым шотландским модерном. Ей принадлежит технология так называемого ювелирного ковра, когда камни, преимущественно полудрагоценные и поделочные, крепятся максимально близко друг к другу, образуя своего рода мозаику. Большинство работ Данлоп не имеют маркировки, что значительно затрудняет атрибуцию и исследование ее творчества. Украшения, созданные Сибил Данлоп, кажутся пришельцами из далекого прошлого. В них можно представить аристократа былых эпох или героинь старинных легенд, однако свои эльфийские броши создавала она накануне Второй мировой войны. Творения ее рук завораживают, однако самой Сибил Данлоп известно разочаровывающе мало. Сибил изучала ювелирное дело в Брюсселе, а по возвращении в Лондон в 1920-х годах начала бизнес в партнерстве с Натансоном. В 1939 году из-за плохого здоровья она закрыла свою мастерскую. Однако Натансон возобновил бизнес в 1940-х годах и продолжил производить украшения в стиле позднего декоративного прикладного искусства. Он пометил изделия инициалами СД в честь Сибил Данлоп. После выхода Натансона на пенсию в 1971 году бизнес прекратил свое существование. Для работ Данлоп характерно использование полудрагоценных и драгоценных камней, таких как халцидон, хризопрас, лунный камень, аметист, агат, кварцы, опалы, а также серебро. Примечательно, что драгоценные камни огранялись для Данлоп в мастерских Германии до начала Второй мировой войны. Судя по дизайну, ее украшения визуально напоминают работы другого английского дизайнера Дорина Ситтер, современницы Данлоп. Изделия марки Данлоп, усыпанные камнями разных форм и размеров, сегодня уходят с аукционов за пятизначные суммы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, если видео было для вас интересным, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал в YouTube.